С 2013 года в России все чаще на прилавках магазинов начали появляться электронные сигареты. Их начали пропагандировать как безопасную альтернативу привычным никотиновым. По словам врача-пульмонолога, электронные сигареты – это своего рода парогенератор, в состав которого входит жидкость с ароматизаторами. Они и являются основными вредителями. Электронные сигареты бывают с никотином, некоторые без никотина. Производители утверждают, что без никотина у них безвредны якобы только водяной парани. Но на самом деле это не так. Эти же ароматизаторы являются канцерогенами. Они при нагревании образуют канцерогены. При длительном вдыхании, даже не сколько при длительном, при вдыхании они уже раздражают слизистую полость рта, дыхательных путей. Они также имеют накопительный эффект. Проблема курения электронных сигарет распространена не только среди взрослых, но и несовершеннолетних. На сегодняшний день на улицах города часто можно встретить подростка с вейпом, утверждают наши респонденты. Директор школы номер один Фериде Алиева рассказывает, как впервые поймала ученица за курением электронной сигареты прямо на уроке. После того, как была обнаружена первая электронная сигарета, мы провели во всех классах классные часы о вреде электронных сигарет, о вреде вейпов. Это было первое. Второй этап уже мы обнаруживали еще и еще и девочек и мальчиков. Мы провели родительские собрания, где родителям наглядно показывали в каждой параллели, что такое электронные сигареты и какой вред они приносят здоровью детей. По словам Фериде Гаджихалиловны, дети всегда отрицают факт курения, относясь к этому несерьезно и с легкостью. Один из подростков даже заявил, что это просто временное увлечение и любопытство, которое никак ему не навредит. На неокрепший организм он сильно влияет, особенно на нервную систему. Как можно заподозрить, что употребление электронных сигарет влияет пагубно? Ребенка это бывает раздражительные, у них появляется сухой раздражающий кашель, снижается работоспособность, снижается память, они неустойчивые. Эксперты советуют родителям и руководителям образовательных учреждений, которые столкнулись с данной проблемой, ни в коем случае не ругать ребенка и не читать часовые нотации. Это лишь усугубит ситуацию. В первую очередь стоит поинтересоваться, почему ребенок начал курить. После, узнав причину, постараться огородить его от употребления электронной сигареты следующими способами. Проведите, пожалуйста, беседу такую, увлеките этих детей. У вас постоянно кабинет должен быть занят. Всех детей, которые находятся на внутришкольном учете, спросите у классных руководителей. Ребенок может не находиться, но у ребенка есть какие-то проблемы. Поэтому возьмите, вовлеките во всякого рода акции, проекты, чтобы ребенок был занят, чтобы он забыл о той проблеме, которая у него дома, которая внутри себя. Дети не всегда могут озвучить свои переживания.